Как результат долгой работы в школе и высших учебных заведениях? В общем, друзья, у нас регламент нашей сегодняшней встречи достаточно прост. Прошу его видеть, любить, ценить, соблюдать. Значит, буквально 10 минут у нас на какие-либо вопросы. По любым поводам, да, давайте будем, ну, не знаю, даже не то чтобы быть честны, а давайте не будем задавать глупых вопросов из серии, а почему ваша группа называется ФИО? Я согласен. Загугли, да, ну то есть 10 минут на вопросы, да, то есть 10 минут на вопросы и там, условно говоря, полчаса на фотосессию, на танцы, песни, пляски и все остальное, потому что потом нам надо уже еще чуть-чуть чекнуться и начинать концерт, на который вы все придете. Ну или там большая часть, я не знаю. Все придем, все. Поехали! Кто не придет, я приду домой. Внимание! Ребята, те, кто хочет, могут вот такую вот афишку себе тоже приобрести для автографа, если у вас не на чем. Или там есть диски и книги в начале зала. А сколько? Вот девушка, вот есть девушка, которая готова вам это все там как-то. А как можно получить вот эту штуку? Афишку, да. Подойти к девушке, дать девушке, денежку, девушку достать. Девушка, а сколько денежки вам надо дать, чтобы вы там дали афишку? 100 рублей надо дать за штучку и будет счастье. За эти 100 рублей мне денег. Илья, можно с лекциями приедет в Самару как-нибудь? Немного вопроса. Лекция на самом деле была и обязательно будет еще, наверное, где-то условно в конце следующего года, осенью 16-м, через госкорами. Я, честно говоря, такая история. Я с лекциями стараюсь делать это все реже и реже, да? Но, хотя народу приходится больше и больше, вот, но как-то я понимаю, что основной контингент тот, которому нужно было это услышать, да? Практически все уже пришли и все это услышали. Вот. Теперь, я думал, можно сделать перерыв лет на пять, если я останусь жив. Вот. Я, конечно, стремилось поколение, да? То есть следующее поколение нарастет, и я, значит, там, практически какое-то время опять начинаю. Потому что я последние шесть лет постоянно читаю. Только что была лекция в Питере. Сейчас будет 2 декабря в Москве, да вот. И, как-то, я понимаю, что практически один и тот же материал. Специфический иногда бывает, да, специфический, это я продолжу. Сейчас без сновидящих будет специфическая лекция. Там такое, было закрытое мероприятие для совсем пробитых сектанцев. Еще что интересно. Не бойтесь, я не прокурор. Я первый, не кусаюсь. На такой вопрос, пожалуйста, как относитесь к психоделическому опыту? Я бы сказал, у меня, кстати, на последней лекции вопрос был, да? Меня попросили рассказать об ЛСД. Я могу, честно, не скрывая, сказать, что у меня есть богатый опыт по этому вопросу. Особенно я так попал в поколение начала 90-х, да? Потому что, ну, чтобы вы понимали ситуацию, мне было 22 года, да? И весь мир был передо мной. Я никого ни во что не ставил в то время, естественно, совершенно был без головы. И, по-моему, все очень. Один раз и на двое суток качественно. Вот, поэтому в то время этим залит был весь Питер абсолютно. Никто этого не миновал. Мало кто вышел. Вот. Поэтому он тут большой, но это все в прошлом давно уже осталось. И сейчас могу сказать так, что в любом случае, любому человеку, который это употребляет, а я езжу по центрам реабилитационным, да, постоянно, разговариваю с... Неделю назад был только что в реабилитационном центре, а как бы я говорил. Я объясняю это людям так, что ты просто смотришь рекламный фильм, рекламный фильм, да, о том, что бы ты на самом деле мог, если бы ты этим обладал и это контролировал. Два момента. Если бы ты сам это умел и это контролировал. Но так как ты этого сам не умеешь, ты этим не обладаешь, да, и уж тем более ты не можешь это контролировать, ты просто смотришь рекламный фильм об этом, то есть, да, и мало ли ты платишь за него своей энергией, силой, здоровьем и деньгами. То есть всем тем, что тебе, в принципе, нужно было бы для того, чтобы это по-настоящему обрести. То есть тебя обманывают, на самом деле, у тебя отнимают возможность это получить, да, как бы, потому что забирают все, что для этого нужно. И в то же время показывать рекламу, какой бы ты мог быть красивый. Грубо говоря, что любой наркотик, это как вот сидеть на диване с пивом и чипсами и смотреть фильмы про парашютный спорт, но так никогда в жизни и не прыгнуть самому ни разу. Это очень сильно отличается от настоящего прыжка. Вот наркотики это рекламный фильм про парашютный спорт, это не прыжок с парашют. Индейские какие-то практики. В любом случае, это любой момент. Просто сейчас это утеряно, да, все учителя в один голос говорят, что сейчас нельзя употреблять эти вещи. Раньше такой опыт был, но сейчас и время другое. Нельзя этого делать, никто не может это контролировать. И учителей, мастеров, которые это могли бы преподать, нету на планете. Их просто нет. Поэтому, когда мы с друзьями поехали по местам боевой славы Карлоса Кастанеды, с которого я в 18 лет начинал, я проехал за рулем по Мексике 9 тысяч километров. Мы поехали всеми кастанедовцами группой, да, как бы, своей, но мы сказали, мы принципиально не будем есть кактусы. Мы принципиально. Все туда едут жрать так несчастный кактус. А он у меня просто ровно, мирно живет на подоконнике в Питере уже 19 лет. У меня пьют, растет дом на куфе. Вот, 19 лет. И куплен он не в Мексике, а в Виннице на рынке. И принципиально я его не трогаю. Мы с ним дружим. Поэтому я бы никому не советовал это употреблять, потому что это отнимает шанс обвести это по-настоящему. Лучше тренироваться и заниматься. Все возможно сделать и так. Реально. Это костыли. В одно слово. Наркотики это костыли. Зачем? Можно, но... Почему? Я с этого начал. Мне так уж повезло. Потому что я когда всерьез начал интересоваться практикой, мне повезло, что я в 18 лет, еще в 19, встретился с ребятами кастанетовцами из Кореи. Очень серьезными парнями и девочками. У них там уже группа была своя. И они были очень жесткие ребята. То есть и практики были очень жесткие. И мне это очень понравилось. То, что они очень так хладнокровно друг к другу относились. Все друг к другу, отлично, так подкалывали, пинали. И практики были жесточайшие. То есть надо было спать в подвесе на деревьях и так далее. Я там былышом по центру города побегал в свое время, по Санкт-Петербургу. Было очень весело. То есть у нас была такая практика. Причем тебя никто не проверял. То есть ты должен был пробежать одно количество расстояния, просто без одежды. Прямо в центре города, посреди бюро. Ну и различие такие. В основном все сталкерские практики. Но вот первые три года своей жизни такой сознательный, практикуемый, я начинал с этого. Поэтому мне это очень не годовое. По крайней мере жесткий подход. Потому что я смотрю на всех остальных людей, которые даже йогой занимаются, да, единоборствами. Такие все размягченные такие все. А нас сразу приучили к жизни относиться исключительно в такой позиции. Поэтому с детства. Поэтому я очень хорошо к этому отношусь, к этой традиции. Но считаю, что любую традицию нужно рассматривать с точки зрения разума. Ни в коем случае не фанатично. Поэтому люди, которые жрут всякие катусы, а потом прыгают с балкона в надежде обрести третье внимание и разбиваются, да, как бы, или кончаются розом печенью, как сам Карлос. То есть все понятно. Нужно из любого учения брать практические вещи. Те, которые работают. Это все. Отметаю болтовню и мусорку. Если нет вопросов, я предлагаю переходить. Я хочу вопрос. Давай. Конечно. Были ли вы знакомы с Александром Соколовым? Вот по имени, фамилии, не знаю. Атлантида Крова. А? Атлантида Крова. Не могу вспомнить. У меня фотографическая память на лица. Я, если человек его увидел, я через 20 лет его увижу и вспомню, что я его видел. Но вот на имена у меня очень плохо. Вот Вику запомнил. Вот Нойзе Мси. Нойзе с Сашей Соколовой из Атлантида Крова в Питерском. Я не знаю, правда. Я просто не встал. У меня чем-то ваше творчество не отъехало все. Ну, наверняка хороший мужик. А, да? Тоже ничего. Тоже ничего. Бывает. Тоже нормально. Я не знаю, правда. Давайте фотку. Но много на свете хороших людей. Слава тебе, Господи. Но на этом свете я просто уже не знаю. Ну, так еще повидаемся, Господи. А этот свет, тот, и какая разница, Господи. Для буддистов все время. Да, как говорят. Если ты буддист, у тебя все татуировки временные. Так что... Нет, никакой разницы. Я уже давно здесь тусую. Так что... Давайте начинать подписывать. Гитары, самовары, адвокаты, хосты. Давайте сядут в кабинет. Давайте по очереди. С первых рядов начнем. Подходим, начинаем. Да.